Во время сессии и дни студенческих каникул жизнь в спортивном комплексе Даугупилского университета затихает. Бассейн терпеливо ждет своих посетителей. Своих студентов ждет и Олег Константинович Рождественский. Всю свою сознательную жизнь, работающей в системе образования. Многие из сегодняшних студентов даже не догадываются, что методист спортивного комплекса Рождественский был ректором крупнейшего в Латгалии вуза, строил новый корпус университета, общежития, усовершенствовал инфраструктуру и материально-техническую базу. Однако серьезный административный опыт был приобретен Рождественским задолго до избрания на должность ректора Даугупилского педагогического института. В 1961 году в городе начало свою работу 23-е ремесленное училище. Основная задача – подготовка кадров для флагмана городской промышленности завода синтетического волокна. Отработав 6 лет на должности заместителя директора училища по культурно-воспитательной работе, в 1967 году Рождественский становится директором заводской кузницы кадров. Когда я вступил в должность директора, у нас были очень сложные проблемы с набором. После получения среднего образования молодежь стремилась поступать в вузы, рабочие специальности осваивали единицы. Ремесленное училище давало специальность за год, и после семилетки в него не принимали. План приема необходимо было выполнять. Заводу союзного значения требовались кадры. Тогда мы задумывались, а почему бы не сделать, чтобы приходили поступать в училище. Те, кто еще не закончил среднюю школу, а после, в то время была семилетка, восьмилетка, и получали бы одновременно среднее образование. Во-первых, была бы возможность привлечения гораздо большего количества учащихся. И, во-вторых, это давало бы возможность семьям, которые не вполне были бы обеспечены, были в то время обеспечены, и могли бы, хотели бы дать детям своим среднее образование, но в силу определенных условий это у них не получалось. Меня удивляет в нем до сих пор то, что он всегда старается человека на учебу двигать. Он очень многих заставил учиться, они им до сих пор благодарны. И вот в то время, будучи сам еще молодым человеком практически, он все равно уже об этом задумывался, как дальше будет человек. И поэтому он об этих детях, которые поступали к ним в училище, действительно по-человечески беспокоился, заботился, да. И хотел дать им среднее образование, чтобы у них была дальше, ну, дорога более открытая. Вот. Он очень человечный человек. Я ездил несколько раз в Ленинград, в Москву. В Ленинграде был научно-исследовательский институт профессионально-технического образования, который занимался вот составлением учебных программ, планов. И я с ними начал сотрудничать. Мы в училище сделали группу и сделали этот учебный план. Я ездил пару-тройку раз в Ленинград, и этот план был утвержден. И таким образом мы стали первыми экспериментаторами по среднему образованию плюс профессия. И тогда этот опыт распространился потом по всему Советскому Союзу? Да. Этот опыт сначала, он был внедрен у нас в Латвии, а затем он прошел по всему Советскому Союзу. Опыт общения с высоким руководством пригодился и в дальнейшем. Будучи уже ректором до Угопилского педагогического института Олег Константинович Рождественский затеял грандиозное по тем временам строительство нового современного учебного корпуса. Сдвинуть такой масштабный замысел было под силу лишь очень грамотному управленцу, а доказать нужность индивидуального проекта в те времена была практически равна нулю. Но Рождественскому это удалось. Было два постановления партии правительства по подготовке учителей начальной военной подготовки и физвоспитания. Я уже был тогда ректором. Я посмотрел, подумал, почему бы мы не могли воплотить вот это в жизнь. Это было связано, в общем-то, с большими трудностями преодоления вот этого бюрократического аппарата. Наш институт расширялся, и не хватало материально-технической базы, хотя профессорско-преподавательский состав у нас был очень сильный, и готовили очень классных специалистов, учителей различных предметов, но нужно было расширяться. Это был трудный период, очень тяжко ему приходилось, конечно. Очень часто в Ригу он ездил. Ну, добивался своей напористостью, наверное, когда ему что-то нужно. Он, конечно, очень так доказывает и добивается все-таки. И поэтому, не знаю, мы сами удивлялись. Было у меня несколько встреч на высших партийных кругах и в правительстве. Для семьи в это время он потерян был, конечно. Все там было, все. Все разговоры, все, в общем, вся забота, все там. Но я думаю, конечно, что вот это его... Вот мне бы сказали нет, я бы уже не постеснялась пойти в другой раз. А ему скажут, нет, он все равно через какое-то время опять в Ригу. Опять, опять, опять. И, наверное, он их просто, так сказать, достал. Удалось доказать, что нам необходим индивидуальный проект. И этот индивидуальный проект, Ладгипрогорстрой, был такой институт. И мастерская была архитектора Берзенша. И они взялись за проектирование. Плодами трудов Рождественского пользуется уже не одно поколение студентов и преподавателей. Здесь свой уютный дом нашли физики, математики, информатики, психологи и представители других направлений естественного цикла. Здание на Парадос-1 строилось с перспективой на будущее расширение. И время это уже доказало. В 2014 году был сдан в эксплуатацию новый лабораторный корпус, пристроенный к зданию университета. Это как раз, наверное, заслуга другого ректора, академика Арвида Баршевского. Потому что университету, руководству университета удалось доказать необходимость дальнейшего расширения университета. Ректорская преемственность сохранилась? Да, ректорская преемственность сохранилась. И мне это очень приятно. И я просто не нахожу слов выразить благодарность руководству университета, поскольку они продолжают вот это дело. Но не только в смысле строительства и укрепления материальной технической базы, но и дальнейшего укрепления профессорского преподавательского состава. Талантливым управленцем Рождественский не родился. Воспитанию настойчивости и выработке навыка достигать поставленной цели помог спорт. В 1947 году 13-летнего Олега мама привела в Народный дом, теперешний дом единства, где находился небольшой бассейн. В подвальчике был такой бассейнчик. Был, я помню, да. Да, 14 метров, 70 сантиметров. И вот мы там начали тренироваться. Пришли молодые тренеры. Эдуард Яковлевич, хотя он Якобович Габрон, Владислав Нактенис. Вот они собрали нас, пацанков таких, которые бегали после войны. И привлекли занятия спорта. Условия были очень сложные, конечно. Но нужно было тренироваться, ходить и в школе, и так далее. Но пошли результаты, как говорится. Мною было установлено 38 рекордов Латвии. И в этих же числах я был и чемпионом Латвии. По различным видам плавания. Но в основном это у меня был. Раньше он назывался бетерфляй. А теперь он называется дельфин. Но не только активная спортивная жизнь закаляла личность Рождественского. Огромную роль в становлении сыграл комсомол. Освобожденный секретарь комитета комсомола Даугупилского педагогического института Олег Рождественский зарекомендовал себя как руководитель уже в 1958 году, когда работал в Казахстане на освоении целинных земель. Был организован отряд. Я очень хорошо помню, это 252 человека у нас было. В основном это были студенты. Работали зерносовхоз западный, как Читавская область. Там этот зерносовхоз – это сумасшедшее вообще хозяйство. Там только одной земли, у них было 55 тысяч гектаров. Мы распределились все по бригадам, и в этих бригадах активно участвовали в работе. Я был приставлен к награде медали за освоение целинных земель. У меня эта награда есть, она очень была первая и дорогая. Наш отряд был лучше признан в Латвии, и мы сделали огромный объем работы, потому что трудились все не за деньги, как говорится, а трудились за совесть. Привычку трудиться за совесть Олег Константинович привил своим собственным детям. Дочь Татьяна и сын Андрей получили хорошее образование и успешно устроились в жизни. Давно воспитывают своих детей. Воспитание на собственном примере для рождественских – это далеко не только теория из литературы по педагогике. Самое главное в воспитании – это пример. Действительно, у него времени мало было. Все практически ложилось на мои плечи, хотя и у меня его не особенно много было времени. Но все равно основное было на мне. Но главным во всех вопросах – это был отец. И стоило мне сказать, ну все, папе скажу. Все налаживалось. Хотя он никогда… Он таким был, ну как сказать, стройте мне, стройте мне справедливым. И они знали, что если что-то уж папе так поговорит, неудобно просто перед ним было. А так нет. В общем, я считаю, и до сих пор считаю, что своим примером он их воспитал. Для меня это крепкая, надежная стена и защита всю нашу жизнь. Вот 57 лет мы вместе, и начиная со студенческих лет и до сегодняшнего дня. Это такая у меня защита. Поэтому это он мой, ну моя опора. Вот для меня это такое. Какие бы ни были у меня вопросы, житейские, по работе много было. Сейчас очень много таких тяжких вопросов. Поговоришь с ним, все, тут же все разрешается. И некоторые вопросы кажутся такими легкими, что он на них внимание обращал, почему переживал. Поэтому я вот счастлива, что у меня такая опора. Все мою жизнь. Многие говорят, что те люди, которые жили в советское время, заслуги получили в советское время, себя найти в этих условиях не могут. Вы себя нашли? Мне трудно понять тех людей, которые, ну да, ну было, было одно, стало другое. И что из этого? Проблему строить, что ли? Нет, я отношусь к этому все очень спокойно. Мне, конечно, было очень сложно. Вот после того, как я закончил и перешел на кафедру, после такого объема работы, когда я был, как говорится, востребован везде, и здесь спокойно работа как бы началась, но им можно было действительно удариться. Я знаю многих людей моего поколения, которые не выдержали вот этого перехода и ушли из жизни. Он не представляет себя без работы. И я боюсь за то, что если он останется без работы, вот он просто сникнет, и все, и все. Вот поэтому он старается идти на работу. Когда в воскресенье выходной день, или вот эти выходные были, он ведь маялся. От нечего делать он маялся. Вот все равно он ходил на работу. Что там делаешь? Там же закрыто все. Там же... То есть он... Начал работать, да, рано. И вот так тянет, тянет, тянет. И без работы он, конечно, пропадет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ